Добрый день, это программа «Парадокс» в студии Степана Димура. Телефон 6510-996, код города 495. Звоните или пишите на сайт finam.fm. Сегодня у нас в гостях Виктор Владимирович Аксютич, философ, богослов, президент фонда Русской университеты. И обсуждать мы будем русскую идею. Что это такое, нужна ли она и вообще какая сейчас идеология нужна для, в общем-то, восстановления страны после более чем четверти века ее уничтожения. Добрый день, Виктор. Спасибо, что пришли. Много говорят о русской идее, об идеологии. Каждый раз, наверное, каждый, кто об этом говорит, вкладывает в эти словосочетания свой смысл. Для вас что такое русская идея и государственная идеология? Здравствуйте. Но все-таки государственная идеология и национальная идея это немножко разные вещи. Но ведь государственная идеология должна быть подчинена. Это другое дело. Скажем, мы видим, что те люди более успешны, которые имеют некий сверхидеал в жизни. Но сначала они могут просто его ощущать, некое такое стремление, потом по мере его реализации осознавать и добиваться чего-то в жизни успешного. Так и с народами. Не все люди и не все народы имеют такие сверхидеалы. Вот национальная идея это прежде всего сверхидеал. Какой сверхидеал у русского государства образующего народа? Я бы его кратко сформулировал так. Формула русской идеи – Бог и Отечество. Это говорит о том, что прежде всего религиозные, а именно христианские православные ценности являются сверхидеалом, подвигающим в жизни, помогающим осознавать жизнь, осознающим жизнь и устраивающим жизнь. И второе – именно Родина, Россия, и как земля, в которой люди живут, и как малая Родина, вот то сообщество, в котором они непосредственно живут, и как большая Родина, то есть государство, является безусловной ценностью для русских людей во все века. Именно руководствуясь этой идеей, русский государство, образующий народ, совершил некие деяния, причем не одно, а многие деяния. Каждая из которых вполне уникальна вообще в мировой истории. Например? Ну, например, скажем, русский государство, образующий народ, создал... Почему вы говорите русский государство, просто русский, наверное? Да. Я подчеркиваю, что государство, образующий, потому что это государство создавал русский народ. Вот в чем дело. Ну, извините, вас перебью, но тогда это идет в разрез с линией партии, которая сейчас снова будет переписывать историю в учебниках. Я излагаю свою точку зрения, а не линия партии. Спасибо за вашу точку зрения. И излагаю, может быть, линию партии Родина, в которую я вхожу, а не партию, правящую сейчас. Вот будущую партию, правящую партию Родина, вот ее, скорее всего, позицию свою я излагаю. Да. Так вот, самое большое по территории государства... А кто у вас будет лидером партии? Лидером партии сейчас... Сейчас... Вообще и будет. Ну, это очевидная вещь. Дмитрий Рогозин. Хорошо. Так, интересно. Об этом мы все поговорим. Да. Так вот, а сейчас Журавлев, депутат Журавлев Алексей, является ее лидером. Так, по-моему, если я не знаю, Рогозин уже был лидером какой-то партии, как-то ее бесславно слил, нет? Нет. Это была партия Родина, и не он ее бесславно слил, а ее славно слили кремлевские кукловоды. Которые им кукловодили? Не им, а самим процессом. А его просто вытеснили, выбросили из процесса, вынудили, так сказать, вытеснили, короче говоря. То есть он не смог противостоять им? Ну, а как? А сейчас он с ними работает? Ну, очевидно, у них тоже что-то изменило, что ему позволило там работать. То есть мы о Дмитрии Рогозине, о его сверхидеалах, или о национальных идеалах. Да, о национальных идеалах. Нет, ну, понимаете, ведь на самом деле вопрос серьезный, потому что у идеалов должен быть носитель. Конечно. Вот я поэтому и говорю. Вот русский народ и его национальные идеи. Он является носителем. Так вот он построил эту огромную государственность, совершенно невероятно в истории не видно, экстремальных, географических, климатических и геополитических условиях. Нигде сельскохозяйство не было сотнями лет на территории с таким климатом. Можно подробно и долго об этом специально говорить, но просто элементарно, скажем. Изотерма нулевая января, то есть нулевая температура января, если мы проведем линию по Европе, где эта изотерма проходит, мы увидим, что она проходит по югу Скандинавии, затем примерно по границе ФРГ ГДР, спускается на север Италии по северу Аппенинского полуострова и, соответственно, по причинаморью нашему. О чем это говорит? Это говорит, что западнее, теплее, а восточнее значительно холоднее. Это говорит о том, что в три месяца в году длится лето, вот на нашей территории среднерусской возвышенности, да, а там лето длится восемь месяцев в году. Это говорит о том, что за эти три месяца нужно готовить для скота кормы и все остальное. Это зона рискованного земледелия, как по-научному. Ну, во-первых, вот это еще не рискованное, это просто холодное. А кроме того, в наших Черноземьях еще оно и рискованное, то есть то засухи, то, наоборот, так сказать, морозы, то ранние заморозки, которые убивают посевы и так далее, и так далее. Так вот, только в России было создано земледелие, и оно существует до сих пор, да? Дальше. Только Россия смогла сформировать такое огромное государство, при этом защищаясь постоянно от нашествий Запада с Юга и с Востока. Вот в средние века Москва сжигалась примерно раз в 50 лет. Далее. Только Россия, это огромное государство было создано, при том, что не был физически истреблен ни один народ. Все народы были сохранены и вошли в Российскую империю. Конечно, лилась кровь, конечно, были насилия, как и везде, но масштабы их несозмеримы. Особенно при сравнении становится понятно, если мы сравним с колониальной политикой западноевропейцев, которые коренное население просто уничтожали, скажем, государственную политику. Либо обращали в рабство. Это вот континент африканский, обращали в рабство. Вот, как мы помним, скальп это была государственная политика, один доллар платили огромные деньги за скальп индейцы. То есть это был геноцид коренного населения. Австрии, Австралии, Северной Америки, Южной Америки и Африки. Африку, естественно, превращали в рабов. Вот ничего подобного не было в России. Все народы получали те же права, что русские, более того, русские государства образующие, подчеркиваю, нос на себе бремя этого государства образования. Ну, например, не все народы призывались в армию. И не везде на крайних империях было крепостное право. В основном, оно распространялось на русский народ. Если мы помним... Нет, я с вами согласен. Просто вот, смотрите, а какое православие к этому имеет отношение? Вы сказали, православие и родина. С родиной я согласен. Православие здесь при чем? Значит, русское православие является цивилизационно образующей и государственно образующей и культурно образующей конфессией. Потому что церковь и, естественно, православие, это было сверхценность для русских людей и для ее, так сказать, и ее ведущего, правящего слоя. Может быть, я неправильно вырвался. Извините, вот объясните мне, я никак не могу понять одну вещь. Вот есть, скажем, вера в Бога, что собой представляет какая-то вера в какие-то основополагающие принципы справедливости, любви, ближнему и тому подобное. Вот. Я не могу, понять связь между вот этой верой Бога и, скажем, РПЦ и православием. Не вижу. Ну, мы увидим, если увидим, что культивирует, скажем, западноевропейское христианство, и что является основой православного христианства. Основой православного христианства является соборность, то есть единство многообразия. А, естественно, вслед за колониальными армией западноевропейцев шли католические пасторы, то есть католические священники. И что они делали? Они крестили насильственно. Мало того, тех, кто не поддавался крещению, они сдавали, инквизиция сдавала, так сказать, естественно, власти, и их уничтожали. Вот ничего подобного не было в России. Скажем, ни один народ не был крещен насильственно вообще. Но зато, извините, я вам возражу, у нас крупнейшие монастыри в средние века были крупнейшими рабовладельцами практически. Они не были рабовладельцами. Во-первых, конечно же, в средние века еще по существу не было института, который был отменен только в 19 веке, а был введен, кстати говоря, при Петре, а именно крепостничество. Поэтому они не были рабовладельцами, просто не было крепостных. Но были рабы? Нет, не были рабы. Просто института рабства на Руси не было. Это как бы миф. Назовите хотя бы один пример. Где были рабы? Рабов не было. Ну, смотрите, рабов сплавляли с севера вниз, в Хазарию рабов сплавляли. Кто? Кто? Монастыри, которые там стояли. Да ну что? Это исторический факт. Да ну что? Знаете, моя профессия и история России это исторический факт, я вообще впервые слышу. Ну, понимаете, история-то пишется с победителями. Да, но если мы помним, скажем, после монгольского нашествия, когда все крупнейшие города Руси были просто, их сравняли с землей, а население физически истребили, да, то есть лучшую часть населения, наиболее производительную и, соответственно, так сказать, наиболее культурную. Вот, дальше была уничтожена письменность, вот то, что сейчас сохранилось, памятники до монгольской письменности, это сотые десятых процентов того, что было. Так вот, при этом, как восстанавливался русский народ и как восстанавливалась его государственность? Прежде всего, именно православие. То есть, шли монастыри, строили сначала храмы, потом монастыри, шли подвижники на северо-восток Руси, затем монастыри становились центром притяжения, спасения, не случайно, только в России, все монастыри внесены, так сказать, стенами, да, потому что надо было спасаться, надо было защищаться, понятно, надхов во все века, вот, и затем вокруг них образовывались села, и затем эта культура была, и была создана уникальная совершенно культура русского севера, и эта культура, прежде всего, монастырская. И освобождение от монгольского иго во многом произошло тоже поэтому, потому что церковь была освобождена, как вы знаете, язычниками монголами от налогов, вот, и они испытывали мистический, так сказать, какое-то вот уважение и страх перед всяким божеством, и поэтому для них тоже церковь была неприкасаема в каком-то смысле. То есть, благодаря своему православию народ спас и отстроил свое государство. Виктор, мы должны прорваться на новости. Оставайтесь с нами, мы вернемся очень скоро. Добрый день, в эфире снова программа «Парадокс». У нас в гостях Виктор Владимирович Аксючиц, в этот раз, извините, первый раз произнес неправильно вашу фамилию, философ, богослов, президент фонда русской университеты. Ну, Виктор, давайте продолжим вот нашу дискуссию. Смотрите, почему меня смущает, скажем так, православие, почему очень сильно смущает? На мой взгляд, в нем есть два таких неприятных момента. Вот, например, не убей и возлюби ближнего своего. А нам это трактуется как не убей. Вот что делать, предположим, если к вашему дому подходит банда вооруженных людей, собирается вас убить, изнасиловать вашу жену и забрать ваших детей. Как здесь трактовать принцип не убить? Их убивать можно сначала или нет? Или это грех? Вы знаете, ведь это не православная, так сказать, истина. Это христианская в целом. И не только даже общехристианская. А все мировые религии содержат примерно... Монотеистические. Мировые, значит, монотеистические, да. Такие заповеди. Ну и буддизм не назовешь вообще религией, да? Тем не менее, там тоже это присутствует. Может быть, буддизм ближе всего к Богу, или? Ну, как? Так, буддизм это атеистическая религиозность. Там же Будда, то есть человек, и каждый человек призван стать Буддой. Он выше Бога и выше всех Богов при этом. Ну, Бог-то нас создал по образу и подобию. Да, ну, не в буддизме. Ну, да, хорошо. Да, так вот, да, да, не убей. Это, ну, как бы, это, как бы, давно уже этот вопрос решен. Конечно же, не убей. Но если ты защищаешь сверхценности, а сверхценностью является человеческая жизнь твоих близких, и сверхценностью является жизнь твоей Родины. Вот. Если война, или если вот та ситуация, которая вставалась, то, безусловно, при защите, так сказать, ничего не остается, если невозможно остановить, так сказать, его вживую, приходится врага и насильника убивать. И это никакое не нарушение заповедей. Другое дело, что даже при этом человек обязан покаяться, очиститься. И, скажем, священник, даже который нечаянно убил человека, он не может быть дальше быть священником, то есть совершать таинство. То есть, сложно достаточно отношение. Но я хочу сказать... То есть, это грех? Ну, в общем-то говоря, грех. Но в данном случае... А почему... Вот мне тоже такой философский вопрос. А почему, может быть, была просто не совсем правильная интерпретация того, что сказал посланник Бога? Например, он мог сказать «Не убей, если не самозащищаешься». Ну, во-первых, это не посланник Бога, а сам Господь, Бог. И христианство этим отличается от всех мировых религий, что христиане верят в Бога человека. То есть, в Бога, явившегося в образе человека, Иисуса Христа. Вот. Ну, мы все знаем, что на эту тему написано. И знаем, что по этому поводу говорили апостолы, его ближайшие ученики. Этот входит в все, так сказать, в Новый Завет. Так вот, я вам как бы дал выжимку из этого. Это адекватное понимание вот этой заповеди. Вот я хотел бы ваше внимание обратить. Нет, а почему вот не было именно так четко сказано, что не убей, если не самозащищаешься? А почему просто не убей? Ну, там многое другое сказано. Я имею в виду на горную группу. Ну, например, например, сказано прежде всего, Иисус Христос, Бога человек, дал две основные заповеди человеку. Возлюби Бога, как, так сказать, прежде всего, возлюби его Бога и возлюби ближнего, как самого себя. То есть это высшие сверхценности, да? Так вот, эти ценности человек не только должен верить, он должен их защищать. И если происходит попрание и в том числе, убийство человека ближнего, то, естественно, это надо защищать. Это как бы следует. Не все детали Господь, так сказать, человеку дал, но Он дал достаточно того, чтобы человек сам проявляет, человеческий Бог дал достаточно того, чтобы человек, проявляя собственную волю и собственное разумение, адекватно понимал божественное благовестие, то есть откровение. Вот здесь я с вами абсолютно согласен. Но почему же тогда, когда я задаю этот вопрос попам и проповедникам, они как-то вот такого развернутого ответа мне не дают? Что не убей, и все, возлюби ближнего своего, и все. И типа пусть анасилует и убивает. Ну вот и не так, я таких не встречал на самом деле. Это вам как-то везет. Как утопленнику, да? Как-то везет. Нет, серьезно, понимаете, ведь это же вбивается в головы людей. Это ошибка. А почему же тогда она не исправляется? Это ошибка, их индивидуальная ошибка. Вот я говорю на то, что это ошибка. Если кто-то так из священников говорит, то это ошибка. То есть безусловно, все священники могут быть даже капелланами, то есть воинскими священниками, потому что война допустима, а война это и убийство. Это же очевидно, есть при защите Отечества. То есть это как бы и церковь не отрицает войну. И институт церкви никогда ее не отрицал. И как мы знаем, Сергий Радонежский двух монахов дал для того, чтобы они на Куликово поле пошли, так сказать, князю. Так вот, я хочу все-таки вашу ремарку, а при чем здесь православие. Обратите внимание, русские люди, освоив, осваивая за исторически очень короткий срок, самый вообще на земном шаре суровый континент, а именно северо-восток Евразии, за исторически короткий срок дошли до Аляски и Калифорнии. И что они делали везде по этой всей земле в первую очередь? Они ставили храмы. Они ведь делали это не потому, что это какой-то, так сказать, каприз, а потому, что для них это была сверхценность. Прежде всего храм. До сегодняшнего дня эти храмы стоят и в Калифорнии, и на Аляске. Я согласен, я их видел, кстати, там, Виктор. Когда вы говорите, например, о земледелии, но ведь культура земледелия, она была еще выработана до крещения Руси. И все жили, и на самом деле государственность там, и в общем-то, судя по тому, что осталось по артефактам, все было очень-очень развито неплохо. Где? На Руси. На той территории, которая потом называлась Киевская Русь. В Новгороде, в Новгороде, например, мне экскурсовод показал монетку чеканную, которой по оценкам две с половиной тысячи лет. И это все было до православия. Почему это нужно как-то совмещать с православием? Вот эти вот достижения. Вот я вам просто отвечаю на факт, что прежде всего ставили храмы, и в каждом селе был храм, и все люди считались православными. Они жили всю свою жизнь оценивая и осознавая прежде всего через призму этих сверхценностей и сверхидеалов. До этого они были язычниками и достигали таких же успехов. Таких ли? Таких ли? Потому что только при... Ну, хорошо, давайте вот посмотрим. Значит, после крещения Руси через полтора-два века, через сто лет даже, Русь стала православной державой. Вспомним, что аристократии, все земли были покрыты храмами, что священство и монашество, естественно, было элитой культурной. Они прежде всего были то, что называется умом нации, осознавала. Я с вами не буду здесь спорить, просто извините, но, скажем так, у нас же вся аристократия очень плохо говорила по-русски. Вот. Неправда. Через сто лет она не только хорошо говорила по-русски, но и при этом была высокообразована. Не только грамотная, а высокообразованная. На Руси складывалась традиция, когда крестьянин, крестьянин, отец, учил читать сына по псалтыри. Это значит, что начальная грамотность была и в Новгороде, и в Москве найдены бельсинные грамоты тех самых домонгольских времен. И вспомним, дочь Мономаха была отдана, так сказать, замуж за короля Франции, и она оказалась единственной образованной женщиной во французской аристократии. То есть, такого положения было везде в Европе, а вот такого положения было в Руси в это время. И именно все это произошло после крещения, и, как мы помним, вся грамотность на Руси распространялась той азбуке, которую создали известные вам монахи Кирилл и Мефодий. Вы утверждаете, что до крещения Русь была такой темной, непонятной вообще какой страной, неграмотной все были, и никаких знаний там не было? Нет, я этого не утверждаю. Но то, что с крещением Руси уровень грамотности несравненно был, вырос, и культура несравненно вырос, это безусловно. Потому что, кроме всего прочего, именно Русь восприняла традиции многовековой Византии, то есть Восточно-Римской империи. А это значит, что вся культура античности была тоже воспринята, перенесена сюда. И вот почему, например, на Западной Европе в это время, не только во Франции, по всей Европе, аристократия, то есть правящий слой, был безграмотный. Потому что это значит, что они не восприняли эту традицию к тому времени. Грамотное там было только монашество, только священство. А самаристократия была неграмотной. Так вот, не было бы этого крещения, и не было бы русской азбуки, созданной, славянской азбуки, созданной Кириллом Мефодием, не было бы той культуры, которая была создана, ничего бы не было бы. И не было бы даже хозяйственного освоения. Если вы были в Соловках и на Валаме, то даже сейчас, после коммунистического геноцида, те остатки хозяйственного устройства, которые там, они просто потрясают. Они просто потрясают. Но древнерусские города тоже потрясают остатки. Древнерусские города и деревни. Вы знаете, вот об этом много говорят, но нигде не было показано. На Ютубе очень много документальных роликов выложили. Я видел эти ролики и видел нечто, вот что показывают. Показывают некие холмики. Вот. Никаких остатков, никаких древнерусских. Некие холмики показывают. Понятно, что там было. А геометрическое расположение этих холмиков вас не удивляет? Ну, геометрическое расположение холмиков мы знаем по всему земному шару. И в пустынях, так сказать, и на полях. Это ни о чем, в общем-то, не говорит о том, что там была высокая культура и высокая цивилизация. Там были какие-то зачатки культуры, безусловно. Но вот я вас хочу еще раз обратить все-таки внимание. Соловки. Подумайте только. В середине 17 века Соловки содержали флот, то есть монастырь на Соловках содержал флот, численность которого была больше, чем весь флот скандинавских стран. Торговый имеется в виду, не военный. Торговый флот, да. То есть это было, Русь в это время была крупнейшей торговой морской державой северной. И они ходили по всему северному пути и опускались по всем сибирским рекам. Может быть она была не крупнейшей торговой державой, а может быть это торговали Запад с Югом через Россию. Я вам говорю, что это был флот Соловков. Соловков, да. Это Соловкам предлежал флот. И никакой не Запад, а именно Соловецкий. Монастырь, я знаю, я знаю. Просто очень многие вот почему-то напрягают, что многие пункты вдоль этого морского пути носят, скажем так, у меня уже иудейские названия. Нет? Я от вас серьезно знаю какие-то факты, изучая. Мы просто знаем разную историю. 30 лет изучая историю Руси и России и как бы вот знакомясь с этими артефактами, вот вы побываете просто на Соловках, да, и побываете там музеи, частный, кстати говоря, музей северного мореходства. В этом музее восстанавливается ботик Петра. То есть не ботик Петра, вернее, а корабль, на котором Петр всякий раз приезжал на Соловке. Я просто сказал одну фразу, что историю пишут победители, правильно? Это всегда. Это всегда так. Но тем не менее победители не способны уничтожить полностью без остатков и без свидетельств исторические артефакты предыдущих, так сказать, культур. Это просто невозможно. Я с вами согласен. Так мы их не наблюдаем. То, о чем вы говорите, мы не наблюдаем. Надо просто искать, может быть, в других местах. Ну, если вам хочется. Ну, у нас... А, телефон уже не успеваем, к сожалению. Николай, подождите, пожалуйста, новостного перерыва. А, давайте, Николай, да, ваш вопрос. На самом деле, я хотел бы сказать, что я поддерживаю позицию Степана Демуры. И хочу коротко сделать две ремарки. Во-первых, Иисус Христус когда в Нагорной проповеди не говорил заповедь о том, что надо защищать родину свою. И второе, это то, что... Вы знаете, у нас русские, мы... Представляете, как говорится, титульные нации, да? А мы не являемся титульной нацией по Конституции. Хорошо, извиняюсь тогда. Ладно. Я как русский человек, вот, вы знаете, мы вообще очень долго жили под гнетом. Сначала было крепостное право, потом мы сражались за мировую революцию. Николай, вы можете повисеть? У нас же просто новостной перерыв. Повисите, пожалуйста, на телефоне. Добрый день. Снова программа «Парадокс». У нас в гостях Виктор Владимирович Аксючиц, философ и богослов. Да, Николай, мы вас слушаем. Продолжим. Да, да. Значит, во-первых, ну, да, как русский человек, все-таки я историю изучал тоже о России. И действительно согласен, что история, конечно, пишется победителями. И при Сталине там переписали много. И вот сейчас я вот вижу, что какой-то есть тренд такой, когда снова приходят какие-то люди, философы, и снова пытаются оперировать понятиями. Вот это, говорят, Соловки, флот словецкий. Для чего он служил? При этом не говорят, для чего он служил, флот. При этом говорят, что мы, русские люди, должны быть кирпичами для строительства каких-то больших целей, какого-то большого сверхконтинента, какого-то нового хазария, фактически. Да, вот, хорошее слово сказали, да. Мы страдали при крепостном праве. Причем в этом новом хазарском каганате мы предполагаемся быть тягловой силой. Да, да, совершенно верно. И при этом постоянно нас хотят лишить фактически прав. Нам вот хотят навязать какое-то ограниченное образование. Снова православие, причем не в нормальном понимании библейском, да, вот в понимании Нового Завета, когда Иисус Христос вообще не создавал церкви, он не говорил о том, что церкви вообще-то нужны. А сейчас нам говорят, что это вот, пожалуйста, это вот от Северного нужно. А, ну, вообще-то нам сейчас еще Кирилл говорит о том, что нужно всячески выплачивать долги и платить про ним проценты, что очень странно, не правда ли? Ну, да, согласен. Тоже странно. Ведь, на самом деле, ну, конечно, было там, что богу-богу кесаря кесаря вы там отдайте, но это тоже проценты как бы, ну, ладно, это оставим Кирилла на другой момент. Я не готов про это говорить, комментировать. Хорошо. Хочу сказать, что просто вот такая вот позиция, когда вот сейчас вот перевирают историю, причем, ну, такие философы, да, и говорю, что вот это наше, это русское, не надо. Нам, мы, русские, должны защищать, ну, друг друга, русских прежде всего, и бороться за нашу свободу, а не бороться за свободу какой-то страны и государства, причем поддерживая каких-то интересов, которые нас только ограничивают в этом. Мы должны свои свободы и права расширять. Вот это будет правильно. Ну, Виктор, я с вами, на самом деле, согласен, только не согласен в одном, что по большому счету историю-то мы не знаем, к сожалению. Потому что ее столько раз переписывали, на мой взгляд, что понять, отличить, как говорит наш великий лидер мухов от котлетов, очень тяжело. Не так ли? Ну, мои взгляды, в том числе исторические, философские, богословские, сформировались 30 лет назад, еще при коммунистическом режиме, и они сейчас. И свою книгу «Миссия России», огромная книга, которая, тем не менее, не вмещает все, что мной на эту тему написано, она писалась тоже 30 лет. То есть, ну и при этом вот я хотел бы обратить ваше внимание на некие факты, которые, может быть, вполне как бы очевидны, как факты, но поскольку общественное самосознание их не осознает, то они как бы и не очевидны. Вот. Ну, например, вот такой феномен, который называют «русский маятник». Так как русский народ формировался во всех отношениях, и в том числе просто для выживания и самозащиты, в очень суровых во всех отношениях условиях, то он вынужден был, ну, тут даже вот даже сельское хозяйство, еще раз повторяю, косить, заготовить на зиму, на 9 месяцев зимы, можно было всего на Руси только 2 недели. 2 недели. А вот в Европе можно было косить 3 месяца для того, чтобы заготовить на 3 месяца зимы. Вот. Это сверхнапряжение. Это сверхтруд. Я сам родился в крестьянской семье, и помню, что летом все ложились спать в час-два ночи, а вставали в 4-5. Почему? Потому что лето — это единственная возможность, когда можно, так сказать, обеспечить себя и на зиму. Еще не приди Господь, если не урожай. Это значит сверхнапряжение. И все жили на грани самовыживания. Крестьяне даже все века жили на грани самовыживания, борьба за выживание. А зимой, что-то русская изба, засыпанная снегом. Это тут же, тут же под теплой, под одной крышей хлев, где животинка твоя, да, которая тоже скрытая. Тут же все маленькие, вот у нас под печкой, обязательно, значит, там курочки, там козочка маленькая, ягненочек. Тут же рядом с печкой там козочка, и так далее, и так далее, понимаете? Вот, то есть, летом сверхнапряжение, такая мобилизация, а зимой демобилизация, расслабление. И русский мужик лежал на печке не потому, что он был ленивый, а потому, что он с ужасом ждал очередного надрывного труда летнего и думал, а как бы, вот так сказать, вот имели отсюда эти сказки, а не потому, что он ленивый. Ленивый человек не мог бы освоить такие огромные пространства. Он бы не смог выжить. Прежде всего, он не смог бы выжить, но при этом он не только выживал, он был носителем высокой культуры, которая развивалась все столетиями, и осваивал огромные пространства. И то же самое, так сказать, с набегами бесконечными этими. Ведь во время, так сказать, набегов, во время войн, это сверхнапряжение, а когда в мирное время, это демобилизация. То есть, вот маятник. Мобилизация, демобилизация. И в этом смысле я хотел бы еще обратить внимание на один такой факт, который я называю формулой русской победы. Постоянно находясь на грани выживания, то есть, постоянно, как бы, перед лицом смерти, периодически, вернее, перед лицом смерти, для того, чтобы выжить человек, для мобилизации, ну, что такое мобилизация физическая, это, прежде всего, мобилизация духовная, интеллектуальная, сознательная, человек должен осознать опасность. То же касается и всей нации в целом. Обратите внимание, что в принципе, русский человек способен на такую сверхмобилизацию. Первый фактор – наличие смертельной угрозы. Далее, весь народ. Осознание этой угрозы. Кто эту угрозу осознает? Понятно, культурная элита. Представляет. Да, она, как бы, осознает, что вот угроза, да, правящий слой. Далее, соответственно, выработка, вот то, что называется, национальные идеи в конкретный исторический момент, а именно формула победы, спасения. Что нужно сделать для этого? Давайте на трех пунктах. Давайте остановимся на этих трех пунктах. Можно я все сначала из двух пунктов? А я их забуду. А вы не забудьте, я забуду. Ну, давайте. Просто сейчас возьмем телефонный звонок. Очень-очень интересный пункт вы озвучили. Екатерина, добрый день. Да, да, добрый день. Вы знаете, у меня просто очень маленькая ремарка. Я вот помню, в школе в седьмом классе говорилось о том, что не только, например, католики завоевывали Америку, но и протестанты. И протестанты сожгли и повесили гораздо больше людей, чем католики. Это первое. А второе, вы знаете, по поводу, так сказать, высокоморальной нравственности русского мужика, ну, почитайте, чеховы мужики рассказывают. Там, по-моему, все понятно. Вот, все, что я хотела сказать. Кстати, я думаю, что это потомки тех великих и прекрасных людей, о которых сейчас вот говорит ваш гость. Короче, ну, это стандартная фишка, что мы всегда были... Люди разные, да. Но мы тоже можем делать блядьские вещи. Вот вы сказали три важных вещи. Первое. Это осознание угрозы. Да. Давайте все это будем преломлять на текущем моменте. Как вы считаете, сейчас есть угрозы выживания русского народа? Безусловно. Так вот, малоосознание. Важна трансляция формулы победы и осознания. Вы верховная власть. Потому что верховная власть, у нее нет функции осознания. Она правит. Второй пункт. Вот просто вы сказали, элита. Сейчас есть русская элита? Безусловно, есть. Безусловно, есть. Но не во власти. Нынче правящий слой. Вы понимаете, вот представим себе, как бы, что вы живете в огромном здании, в огромном здании. При этом света там нет, да? И в вашей комнате нет. И вот вам сказано, вот управляете этим зданием, хотя вы слепы, да? И живите в нем. Вот примерно в таком положении находится наш правящий слой. Скажем, вот Ельцин в середине 90-х годов на Пасху, то есть день Рождества Христова, все каналы показывали, центральные, обратился. Дорогие россияне, поздравляю вас с днем рождения Христа Святого. Ну, алкаж был, что с ним возьмешь? Неважно. Он ничего не понимал в этой стране. Он не знал ни истории, ни современности. Вообще-то он был эстонцем, да? Таков правящий слой. Но динамика положительная. Мы видим, что все верховные правительства становятся все более-более культурными, более осознающими, более понимающими. Вы считаете, что они становятся более культурными, потому что они стали стоять в этом новопостроенном храме и целоваться с патриархами? Они стали там стоять, именно потому что они больше осознают государствообразующую роль русского православия. А скажите, пожалуйста, вопрос тогда. Вот в православии, если ты действительно глубоко верующий православный человек, можно ли православному одевать кипу и идти молиться к стене плача? Это как? Ну, вы понимаете, кому молиться? Вот я не знаю, кому просто надеть кипу и пойти молиться к стене плача. Это можно православному? Я был у сены плача. В кипе? Нет, не в кипе. Молились? Нет, не молился. Почему? Потому что я молюсь Иисусу Христу, Бога-человеку, а иудаизм отрицает Бога-человека. Кому я там могу молиться? Так вот странная ситуация получается, что наши руководители ходят к патриарху, а потом одевают кипу и идут молиться к стене плача. Не напрягает? Может быть и напрягает. Это значит, что их самосознание, ну, в чем-то и регресс, национальное самосознание нашей элиты и историческое самосознание нашей элиты еще не соответствуют состоянию самого общества и тем угрозам, и тем вызовам современным. Это действительно факт. И все-таки вот про формулу русского победы. Доведем ее до конца. Обязательно. Просто про элиту. Нет, я с удовольствием... Нет, нет, что вы. Мне сам очень интересно вас слушать. Просто про элиту. А элита должна быть национальная? То есть это должна быть элита, состоящая из представителей русского народа? Или это может быть и трасс национальная элита? Вот интересные дела. Для победы. Как было в России за 1900 лет до 1917 года. Все западные, я не говорю католики, я говорю западноевропейские страны, колонизации при этом уничтожалась прежде всего элита. Ну, так сказать, вспомним, что такое Пруссия, да? Вот германцы пришли и физически истребили, просто отравили на Перу. Всю элиту, собрав ее на пир, пруссов. И пруссы перестали существовать как племя, как народ, понимаете? Вот. Что делали русские? Вся элита всех присоединенных территорий становилась общенациональной элитой. Мы видим, ну, начиная с Годуновых, скажем. Кто такой? Татары, да? Вот он становится царем. Кто такой? Ларис Меликов. Это грузинский князь армянского происхождения, премьер-министр, руководил реформами Александра Второго, императора, да? И так далее, и так далее. Русская элита была, так сказать, многонациональной. И русский народ сам по себе... Ну, это о своей массе, она же была все-таки русская или нет? Ну, конечно, потому что, естественно, потому что русских-то просто абсолютное большинство. Это по факту физически так. Это так и сейчас. То есть, насколько я понимаю, у нас сейчас национальной элиты нет. Да нет. Она у нас есть, но она как бы... Она где-то спит. Формируется. Формируется. Она только формируется, и, ну, наследие большевистского тоталитарного коммунистического режима состоит в том, что вся нынешний наш правящий слой, его нельзя назвать элиты, потому что они все оттуда. Они сформированы были оттуда, то есть они, значит, не знают истории России, не знают о культуре, ее цивилизационных культурных кодов, сверхценностей. Они не знают того страны, в которой они живут. У них воспитаны только инстинкты какие? Власть и нажива. Вот они такие вышли, голодные, так сказать, и рванули, так сказать, наживаться. Вся эта элита. Вот. Поэтому это не элита, скорее всего, а вот наш правящий слой, который, конечно же, не соответствует... Вы ответили на вопрос, продолжаем. Да. Так вот, говоря, так сказать, о формуле русской победы. И так, значит, необходима трансляция верховной власти в эти грозовые моменты. И когда верховная власть это осознает и обращается к народу, только тогда включается механизм мобилизации, сверхмобилизации. И тогда народ побеждает. Это было во всех войнах, начиная с монгольского нашествия 812-го. Ну и даже вот антинациональная элита, антинациональный коммунистический правящий слой, коммунистический режим во время войны, которая началась, осознал шкуры, на шкуре своей почувствовал, что вместе со страной и с народом их тоже порвут. Прежде всего, коммунистов расстреливали. И для того, для самосохранения Сталин обращается к народу, братья и сестры, открывает храмы, раскрепощает людей, чтобы они самостоятельно более-менее, так сказать, могли воевать. Вот, а для этого нужно обладать, скажем, только командующими, все наши командующие фронтами, армией и прочее. Они должны быть самостоятельными, ответственными, волевыми, то есть раскрепощать те качества, которые уже два десятка лет до этого уничтожались. То есть включается национальная символика, возвращается царская армия, царские ордена, то есть включается историческая память, национальное самосознание и религиозное самосознание. И только поэтому победа. Мы должны прерваться на новостной рыв. Добрый день, снова программа «Парадокс». У нас в гостях Виктор Владимирович Акщучиц, философ, богослов и рассуждаем о русской идее, в каком состоянии сейчас находится российская нация, что делать дальше. У нас есть телефонный звонок. Павел, добрый день. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Что-то ваш гость так увлеченно рассказывает, но забывай, что Россия была еще до православия. И русские неплохо, и хазар на колени поставили, и Великую Византию за выми держали, доили постоянно ее. Лучше бы он говорил, что как нам опять объединиться русским. Да, вот честно, просто об этом поговорим. Ибо мы один народ. Они так увлеченно рассказывают про что-то, не понять, что какие-то соловки, боты какие-то. А вы об этом лучше. Павел, а вы еще знаете, о чем подумаете? Подумайте о следующем. Что после того, как якобы, ну согласно истории, был разбит хазарский каганат, к нам тут же пришло православие. Странно, да? Да, абсолютно странно. С этим полностью согласен. Ну так, к вопросу. Хотя, Степан, хотя в то время, тот же самый император не знал, сколько бабла отвалить князьям киевским, лишь бы только не ходили, не доили. Вообще, все так написано и интересно. Лучше бы об этом побольше. А вообще-то лучше, чтобы еще объединиться на всем. Мы же один народ. А нас разводят по углам. Опять же, правящая элита, так называемая. ГБСная. Она же и разводит в первую очередь. Ну это стандартный метод управления. Разделяй и властвуй. Ну, хорошо. Да, за что извиняюсь? У вас свое мнение. Мы пока живем в свободной стране, якобы. Ну, Виктор, вот вопрос, на самом деле, человек поставил очень интересный. И я хотел бы тоже вас спросить. Вот мы, насколько я понимаю, мы с вами согласны, что сейчас русские находятся, ну, скажем так, под угрозой выживания. У нас стоит вопрос выживания как нации. Правильно? Да. Еще такой вопрос, вот такой же вопрос недавно стоял у другой нации, у немцев. Это вопрос выживания нации, развития нации был решен очень быстро. Ну, буквально за десятилетие-полтора. Я имею в виду немецкий национал-социализм. Решали они этот вопрос выживания и поднятия с колен нации без каких-либо религиозных привязок. Вот нам-то что делать? Ну, и к чему это привело? Катастрофе? Нет, минутку-мелку. Они пошли войной, да? Войной пошли не на того. Ну, причины, почему они пошли войной... Они пошли на самом деле войной не на всех, а пошли на нас по большому счету. Нет, они воевали со всеми странами как же. Ну, как они совсем... Какая там война? Они все страны взяли и всю Европу взяли. Но не в этом дело. Послушайте, давайте не будем, как говорит наш лидер, отделять мухов от котлетов. Вопрос восстановления нации с колен был решен очень быстро. Почему бы России не пойти и русскому народу не пойти по такому пути? Что в этом зазорного? Мы на грани выживания, нам нужно выжить. Ну и что? Это было... Они встали с колен для того, чтобы прокнуть могилу. Это не путь. Нет, ну они же встали с колен. Что они стали делать дальше, это уже вопрос второй. Они же с колен встали. Да, безусловно. Для того, чтобы прокнуть могилу. Это было неправильно. Там учиться нам нечему. То есть, нечему там учиться. Нам нужно вот ходить... Экономики нет. Вы имеете в виду гитлерскую Германию, что ли? Да, конечно. Ну, первые годы, так сказать, экономика и хозяйство. Этому можно учиться. Но не политической идеологии и не политики государства как такового. Я вообще хочу сказать, вот сегодня прозвучало, зачем там нам, нафига там нам государство и прочее, что государство – это форма самоорганизации, не только самоорганизации, не звонившей. Вот опять государство, жили, вот все высокие культуры создавались только те народы, у которых было государство как форма их самозащиты, прежде всего, самосохранения. Поэтому государство тоже сверхценность. Национальное государство, которое образуется нацией и является выразителем ее интересов. Вот народ строит государство свое. Для себя. Вот русский народ строил свое российское государство. Но он же устроил для себя. Ну, оказывается, не только для себя, а и для всех, кто вошел в это государство. Ну, это вторичный момент, на самом деле. Так вот, действительно, сейчас главный вопрос возрождения России – это русско-национальное возрождение. Если не будет возрождения государства образующего народа, государство рухнет. А это значит, что все рухнут, все элиты перестанут существовать, все народы перестанут существовать, и более того, перестанет существовать и нынешний правящий слой, физически даже. Согласен. Обратим внимание, что с начала 90-х годов наш правящий слой рванул туда, финансы, капиталы, семьи, учеба и так далее. И как бы вахтовым методом только наезжая сюда руководить, так сказать, колонией. Что-то изменилось? Но что мы узнаем? Их жизненный опыт показал, первое, что там они никогда не будут элитой. Их туда не примут, обращая ваше внимание. Да, вот сколько даже футбольные клубы можно покупать и бесполезно. Так нет. Абрамович – один из самых богатых людей Великобритании. Что им позволено? Яхты и клуб. Все. Он что, каким-нибудь международным концерном руководит или приобщен к мировым каким-то финансовым, так сказать, бизнесам? Нет. Нет, послушайте. Это, в принципе, невозможно. Потому что одно дело воровать, другое дело управлять. Вот я про это и говорю. А Абрамович является частью национальной элиты. Важно что? Важно что? Они не элиты, а правящие условия, безусловно. Важно что? Что они это поняли, что они могут быть правящим слоем только в России. А для этого Россия должна существовать. Но это же не национальный правящий слой. И более того, они что поняли уже в 2000-е годы? Что если Россия перестанет существовать, они там не только не будут элитой. У них все отберут. Да бог с ними. Нам-то что делать? Бог с ними. Извините, мы с ними живем. У нас одна страна, одно государство. Пока что они управляют государством. Вот. Так вот, разрушать государство. Вот хаос, это страшнее самой свирепой диктатуры. Разрушать государство нельзя. Отделиться, это значит, пошли на Кремль или там разрушили государство. Это самоубийство. Так вот, такая, какая она есть. Мининг с Пожарским ходили, и результат был прекрасный. Правящий слой такой, какой он есть. Но мы понимаем, что сейчас мы видим, что некоторые из них начинают понимать, что они дальше-то имеют и жизнь даже. Потому что если рухнет Россия, некоторых из них посадят на электрический стул. За те преступления, как они называли капиталы. Или на десятилетие посадят. Или так же, как Хусейн и других, так сказать. Это был самый, по-моему, интересный пример для них. Так нет, естественно. Мубарак, кстати. Они, некоторые из них, начинают понимать, что для этого нужно сохранить Россию как государственность, независимое государство. Что для этого нужно делать? Необходимо возрождение, прежде всего, русского государства образующего народа. И как они собираются это делать? Вот, и дальше, те, кто сейчас у власти, они же не вечные. Вот, скажем, почему я вступил в родину? Да потому что Рогозин персоцинифицирует с собой ту часть элиты, которая сознает основные вопросы. Вот он понимает. Давайте не будем его трогать и делать ему рекламу, чем я могу сказать вам такие вещи, что не будем. Давайте без Рогозина обойдемся. Я просто говорю, что в элите есть люди, в правящем слое есть люди, которые раньше других сознают, что необходимое возрождение России ради их спасения. Я их вижу. Это более молодой, так сказать, чиновничий слой, аппарат. Еще голодный. Не только голодный, но и больше понимающий. И что значит голодный? Дальше дербанить страну. Да не голодный. Дальше дербанить страну, то есть воровать, да? Это значит разрушать государство. Значит все потерять. То есть я утверждаю, что есть, формируется часть элиты, которые, то есть правящие условия, которые ради самоспасения вынуждены будут пойти на реформы адекватные, нужные нации народу стране. Виктор, я вот здесь с вами абсолютно не согласен по одной простой причине. Что вся история российской государственности, скажем, за последний четверть века показывает одну простую вещь, на мой взгляд. Могу, конечно, ошибаться и заблуждаться. Что существующая так называемая элита, она не способна на никакой созидательный процесс. Она просто не способна генетически, если хотите. Да, те, которые вышли из Советику с прошлого, конечно, не способны. Но годы идут, нарастают новые поколения. Вот я хочу обратить ваше внимание, что вот то, что мы называем средним бизнесом и мелким бизнесом, это ведь миллионы людей. Это новые поколения, которые существуют в своем деле. Вопреки вообще всем внешним, вопреки рейкету снизу бандитского, рейкета сверху чиновничего. Так это же целые поколения существуют, время идет. Ну что, вы думаете, они вот те, кто сейчас наверху до конца будут? Нет, нарастает новое поколение. Кстати, большая часть из них идет в православие, строит храмы, так сказать, помогает монастырям, создает православные учебные заведения. Почему не строят храмы, это понятно, да? Думают, что так можно замолить грехи. Нет, я говорю не про бандитов, а я говорю про реальный, реальный сектор, реально существующий мелкий и средний бизнес, то есть наших российских и русских предпринимателей. То есть этот слой существует вопреки обстоятельствам, они благодаря им. С этим согласен. Далее, то, что страна покрылась после невиданного истребления по религиозному принципу, были миллионы людей просто физически истреблены. Напоминаю, что из сотен епископов к середине 30-го года на свободе осталось только трое или четверо. Остальные были физически истреблены, либо сидели в лагерях. Традиция была физически истреблена православная. За какие-то 20 лет страна покрылась храмами и монастырями, и десятки миллионов вернулись к традиции. В данном случае к религиозной традиции. Такого факта вообще никогда в истории не было, понимаете? Понимаете, они вернулись к традиции. Еще раз, я все-таки не могу с вами согласиться, что вера в Бога и современные РПЦ, они совместимы. К традиции. Понимаете, когда выходит патриарх и говорит, что, ребят, давайте-ка быстро все платить проценты и возвращать все кредиты. Это что? Он противоречит, пардон, тому же православию. Вы знаете, что я от вас слышу от вас то, чего не слышал, так сказать. Вот я от патриарха это не слышал. Слушайте, это было. Вот. Если патриарх говорит, помимо всего прочего, что он говорит, а он произносит такие высокие истинные, нравственные, духовные, религиозные, житейские. Ну что они в планетях, это посланники дьявола. В проповедях. Вот. Если он, в частности, высказывается на эту тему, говоря, что нужны свои, так сказать, свои долги, так это нормально. А что нет, что ли? Давайте не будем билеты покупать. Великая Отечественная война, это была кара божья. Ну, так в каком-то измерении христиане понимают, что это так и что. Ничего, просто, по-моему, немножко пахнет богохольством. Нет? Вы выискиваете какие-то... А знаете почему? Я вам объясню почему. Потому что если человек, если человек действительно верующий, глубоко верующий, у него стоят некоторые, понимаете, тормоза и заслоны, и он, прежде чем что-то сказать, всегда думает. Во-первых. А во-вторых, он никогда даже об этом не подумает, о чем говорит наш патриарх. На мой взгляд, я могу ошибаться. Ну, я как бы слушаю и слышу патриарха, но вот такого негатива, который вы сейчас вылушиваете, так сказать, я особенно... Я не вылушиваю, это его слова. Каждый человек может в чем-то, так сказать, ошибаться. Прочее, но что важно. Я просто верующий человек. Вот вы сейчас транслируете... В отличие от многих. Да. Ну, скажем, я вижу в деятельности, в словах нашего патриарха, много того, чего вы не хотите видеть. Хорошо, значит, у меня шоры на глазах. Но все-таки хочется надеяться, что все-таки то, что вы сказали, что русский народ сможет в очередной раз объединиться и ответить на те вызовы истории и угрозы существования, это все-таки произойдет. У нас в гостях был Виктор Владимирович Аксючиц, философ, богослов. И с наилучшими пожеланиями желаю вам удачи.